Я считаю, что наша интегрированная членская библиотека очень нужна читателям, потому что ее посещают и дети младшего школьного возраста, и пожилые люди, и люди уже моего возраста. Здесь они почерпывают знания о природе, читают там очень много литературы о Великой Отечественной войне. Дети посещают библиотеку с целью, чтобы развивать свои читательские умения, берут книги для того, чтобы использовать их при вне классном чтении. Когда в школе готовят какую-то научную работу, то тоже дети приходят, читают энциклопедии, берут методическую литературу. Но я думаю, что наша библиотека оснащена современными книгами, там тоже очень такая современная мебель, есть компьютер, поэтому там оказываются платные услуги, когда здесь могут зайти в интернет поработать. Ну и тоже там могут принести запросы и подбирать библиотекарь необходимые книги по определенной теме. Что еще касается нашей библиотеки, там и работает объединение по интересам, там посещают пожилые люди, для них есть так называемое объединение кружок знахарка, которое обращает большое внимание на здоровье человека, где подбирать литературу, там проводят разные мероприятия, касающиеся этой библиотеки. Также хочу еще сказать, что плюс библиотеки, это в нашей школе есть информационные часы и есть уроки информационной культуры, которые при помощи библиотеки мы тоже проводим. Здесь им очень интересно, они вот на живом примере видят вот именно плюс библиотеки, именно ее такую большую значимость. Там мысль, которую доносит писатель, поэт, что не передать никакими другими средствами, чем посредством книги, я так считаю. И поэтому мое мнение и глубокое убеждение, что обязательно библиотеки нужны, нужно их расширять. Раньше я тоже не любила библиотеки, для меня это казалось каким-то сверхъестественным, потому что, ну, как бы, когда я приходила в библиотеку, в основном сидели люди старшего возраста, и я думала, что это не современно в какой-то степени, и я не встречала там своих сверстников. Но потом мне попалась в руки книга Тургенева «От семьи дети», я вот прочитала, я восхитилась в какой-то степени, и я поняла, что просто, если ты не любишь читать, это не на самом деле так, нужно просто найти нужную книгу. Вот как сделала это я, и после этого я люблю читать, но, конечно, я читаю не так часто, как мне хотелось бы, так как все время занимала учеба и подготовка к поступлению. Но я надеюсь, в скором будущем это наверстась. Продолжение следует...